Добрый день! Сегодня мы начали ремонт в П-44Т. Это трехкомнатная квартира, уже сделаны ремонты во всех комнатах, в кухне, в санузле. И сегодня мы сделали ремонт, точнее начали ремонт в коридоре и в прихожей. Здесь были поклеены такие муниципальные обои, которые простенького оттенка, бумажные. Вот их оторвали. Они достаточно легко отходят сами. Дальше мастер приклеил стеклохолст, использовал витамин LR+. Двери пока не демонтируем, чтобы грязь не летела в другие комнаты, потом их, конечно, снесем. Отдельную сложность представляют эти всякие телевизионные провода, которые нужно потом будет засунуть в плинтус. Освещения достаточно. Вот так вот выглядят стены до отделки. И так вот это первый этап отделки. Будем клеить на них обои. Потолок будем красить краской в два слоя. Сейчас покажу вам красочку, которую мы выбрали. Постоянно ей пользуемся. Дюлакс белая матовая на основе мрамора. Также сейчас закупили ротбанк-пасту. Некая сложность была. Разбирали встроенный шкаф. У данной серии домов недостаток в том, что могут быть перекошены немножко стены. Приходится вот эту коробку для санузла ставили криво. И поэтому здесь нет вертикальности. А в основном остальные стены более-менее ровные. Ламинат уже был постелен. И плиточка в предыдущих стадиях ремонта. Поэтому сейчас мы их не меняем. В доме П-44Т ставится по умолчанию... Сначала на бетон кладется вот этот вот вспененный полиэтилен 5-миллиметровый. Точнее, сначала кладутся асбестовые плиты, а потом вспененный полиэтилен. На него кладется такая паркетная доска. Это муниципальный ремонт. По-хорошему потом все это нужно снимать и заливать наливным полом. Но мы не решились, сколько грязи. И клали ламинат прямо на вот эту паркетную доску. Недостатком данного подхода является то, что немножко под ногами он прогибается все-таки. Не совсем жесткое основание, так пол немножко гуляет. Но зато это проще и меньше грязи. Не потребовалось таких грязных работ проводить. Вот будем... В следующей серии покажу вам, что получилось. Вот, что мы сделали с этими всеми проводами. Вот, как это все будет отделано в конце. Спасибо за внимание.